Что ж, раз уж петь зашла копейка, которую вы видели в прошлом выпуске, который я сделал сегодня же, давайте посмотрим на мою Мазду. Итак, Мазда RX-7. Красивая, голубая Мазда. Собранная из, по большей части, эксклюзивных частей. Что же у нас под капотом? Под капотом у нас турбины Borg Varmor K16. Тока от них немного. Ки-2 старые покажут точно такие же результаты. Двигатель от Мазды 3 МПС. Почему именно он, объясню немного позже. Коллектор и ресивер L4, HR и Uni соответственно. Примоток 3, ядро осель Turbo 3, а также фильтр LPG2. Трансмиссия у нас настраиваемая, дифференциал настраиваемый, да ещё и плюс 3. Всё это с маховиком вторым. Колеса спереди. Шириной 175 мм, 19-го диаметра диска и внешним радиусом 32, с максимальным давлением и спортивной резиной. Колеса задние. От Audi R8 шириной 335 мм, почему-то 34-34 написано. 20-м диаметром диска и внешним радиусом 33, на резине Sleek. Подвеска HighLover. Из доп. оборудования не стоит ровным чётом ничего. На неполных настройках автомобиль выдает 540 лошадиных сил. На полных настройках автомобиль выдает 560 лошадиных сил. Нерекордная мощность. Но вполне достаточная для того, чтобы проехать и не опозориться по полу. Не считая стайлинга. Что же я купил? Конечно же колеса от Audi R8 опустим, поскольку это такой необязательный атрибут. Вы можете немножко поиграться с КПП и всё это исправить. Ну, давайте посмотрим, во что нам она обойдётся. Опять же, фильтр за 19 тысяч. Дроссель за 25 тысяч. Ресивер за 19 тысяч. Коллектор. Тоже на 19 тысяч. И трасса за 40 тысяч. Почему я поставил двигатель от МПС? Вот ответ на вопрос. Ответ простой. Нужен всего лишь навык механика 4. Навык корчевателя не нужен совсем. Но это двигатель на порядок мощнее, благодаря своему большему объёму, чем оригинальный стоящий на МАЗе НИН-3 роторный R2. Да и тем более двигатель от МАЗ-3 МПС даёт более широкий потенциал к модифициям. Поскольку не придётся после установки уже менять вот другой двигатель ресивер. Ну, хотя почему придётся, он же привязан и всё такое. Ну, в целом, философия какая-то в этом есть. Коробка настраиваемая. У неё в магазине нету. Стоит она 1500 уен. Сейчас скидки 750 у меня обошлось. Денег нет. Дифференциално настраиваемая 130 тысяч, придётся повыбивать. И турбины по 7 тысяч обе. Такая ловера по 5000, это вы помните. Собственно, с Т-22 турбинами у меня будет поменьше момента, и поэтому можно будет спокойно трогаться и на 305-х колёсах с такими, значит, настройками КПП. И результат будет отличаться буквально на одну десятую секунду. А может, и вообще не будет отличаться. Но я не привык экономить на автомобилях. Двигатель, как и Субаровский, получился высокооборотистым и весёлым, поэтому отличаться надо для 9000 оборотов. Машина также проходит дистанцию на четырёх передачах. Чё-то я там не докрутил, по-моему. 10 и 381. Время. 10 и 383 в заездах я показал. И это, заметьте, на неполных настройках. На полных настройках будет 10 и 2. То есть вполне неплохой результат для Рексы. Единственный минус. Тяжёлые слики тормосят машину на дистанции миля, на которой эта машина, по идее, должна быть королевой. Ну, посмотрим, что она сможет намериться с ликами, да ещё и с 335-м, а также 8-м, да ещё и с 33-го размера. Настройки вы подберёте сами для себя. Я вам ничего подсказать не собираюсь. Всё-таки машина держится на миле более уверенно, чем копейка, благодаря лучшей динамике. Коэффициенты динамического сопротивления у Маздера 7, 0 и 330 CX. Да, ещё кое-что. Подвеска также настроена от балды. Не думайте, что я какой-то мастер в этом деле. Ну, кстати, масса базовая, она гораздо больше, чем у копейки. Со стайлингом у меня всё в порядке. Как я думаю, чувство вкуса, но это уже вам судить. Не мне. Себя не похвалишь. Что я хочу сказать. При создании заезда этого автомобиля, лучше не делать ставку больше 150 рублей. О! Да это же старый знакомый Олег Федотов. Он думает, что сейчас он на своём там, ну, байл-арке с двигателем от Толи-32-го. Я понял. Она же не объединила бы оврагу. А, нет, это та-та-та-та-та-та. Та же эвр-арка. Двигатель Толи-32-го Nissan GTR. Толи уже успеха введено узнать. Мне надо узнать то, что он опять позади. И что это опять тормозит. Бу-га-га. 17 секунд он спалился. Ну, запомните этого идиота Олега Федотова. Второй раз повторяю. Ну, на самом деле, мне сейчас просто повезло. Обычно к Мазде лезут машины, которые уже выходят из 10, а то из 9 секунд. Закорчеванные в усмерть копейки. Бездарно настроенные. И так же бездарно едущие. Где действительно тупо и глупо эксплуатируются все их лошади, которые на самом деле можно было использовать более умело. Ну, у каждого свои тараканы головы. Но я настоятельно рекомендую эту машину просто для украшения гаража. Она действительно очень красива. Особенно в правильной рассказке в правильном обвесе. К слову, обвес на эту машину продается только в ЗУЕ. Что, очевидно, негативный такой момент. Фары, кстати, в магазине почему-то корректно не отображаются. Но зато, что мне нравится эта машина, то что фары у нее поднимаются и опускаются. на включенном и выключенном состоянии. Так что Mazda Van Laugh продавать не буду. С вами был Дэм Архитект. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы узнали полезную информацию для себя из этого видео. Всем пока.